И снова здравствуйте, уважаемые зрители, любители волейбола. У нас на очереди стыковые матчи в рамках седьмых спортивных игр народов Якутии. Перед вами команда Хангаласского района в синих спортивных майках и их визави команда Намского района, женщины, которые заняли третье место в своих группах на групповой стадии наших соревнований. И девушки сейчас всю недосказанную, все свое недосказанное, все свои желания, мечты, связанные с играми, будут выплескивать друг на друге в борьбе за право бороться за девятое место. Победителя этой пары уже поджидает команда Верхневилюйского района. Ну и, соответственно, проигравшую команду ждет игра за одиннадцатое место с командой Сунтарского Улуса. Улыбаются перед вами девушки-красавицы из Намского района, представляющие Намский волейбол. Наталья Захарова под номером 6, капитан команды. И с вами снова я, комментатор Татьяна Иванова. Наблюдаем расстановку девушек. Перед вами состав команд. Хангаласский Лена Фоменко, капитан. Обратите внимание на игру этой волейболистки. Немножко побеседовали с тренером Хангаласского района, с Тихоновым Сергеем Сергеевичем. И рассказали нам, что команда полностью укомплектована из игроков Хангаласского района. Для усиления дополнительно никто привлечен не был. А что касается команды, состава Намской команды, вот он перед вами. Девушки, давно известные в якутском волейболе. В большинстве своем воспитанницы заслуженного тренера республики Саха-Якутия Марии Руслановны Глухаревой. Во время студенчества в ЦВФУ долгие годы тренировались. Вместе с командой играли за командой Сергея Лях и вторую команду университета. И сейчас вот собрались для того, чтобы защитить цвета Намского района. Девушки уже на своих местах. Подача будет у игроков Намской команды. Надежда Филиппова будет вводить мяч в игру. Представитель Сахатасской школы волейбола Надежда. И мы вправе сегодня ожидать от девочек борьбу. Равную, честную и красивую борьбу. Волейбол высокого качества. С большим количеством нападающих ударов. Вот сразу видите, как Хангаласы набирают первое очко. И как раз Лена Фоменко, о которой мы говорили вначале, капитан команды. На подаче Лада Барашкова. Результативный блок Фоменко. Лена долгие годы играла за команду Покровского колледжа. И вот пока ее атакующие действия оказываются сильнее Намского блока. Конечно, перед началом игр народов Якутии никто из спортсменов не хотел бы оказаться на месте стыковых... На месте команд играющих стыковые встречи. Но, тем не менее, так уж распорядилась игровая судьба. И из группы, из очень сильной группы, попав вместе с Самгой... Девушки Намского района не смогли пробиться в четверть финала. А, нет, ошибаюсь. В группе были Мирненский, Чуропчинский и Намский. И вот как раз игра с Чуропчинской командой все и решила, можно сказать. Как итог, девушки играют за девятое и двенадцатое места. Хангаланская команда также имела высокие шансы на четверть финальные игры. Они даже имели завершить свою пользу, 3-0 в свою пользу игру с сильной командой города Алёкминска. Но, тем не менее, не повезло в игровом плане. И вместо того, чтобы сейчас думать, возможно, о полуфиналах, девушки вынуждены согласиться с нижними местами в турнирной таблице и играют в стыковую встречу. 3-6. Намский подает. И вот у Хангаласов игра строится в основном через Фоменко Лену. И пока эта тактика себя оправдывает. 7-3. 7-3. Трос указывает судье на вышке. Очко достается команде Хангаласского района. Девушки проходили плановые сборы. Покровские. Функциональная подготовка соответствует уровню соревнований. То же самое можно сказать и о намских волейболистах. Базировались в селе Хамагатта. Девушки сейчас. Елена Гугинова. Задействовала центральную блокирующую. Но точку в этом розыгрыше ставит Надежда Филиппова. На доигровке. Тоже представитель волейбольной семьи Борисовых. И жена известного волейболиста Ильи Филиппова. Очень хорошая скидка. Неприятный подарочек от Елены Лугиновой. На подаче Наталья Захарова. Представительница Намской школы волейбола. На защите хорошо играют девушки. Атака будет со второй линии. И попадание. Попадание. Ровно в девяточку. Виктория Дичкова. Виктория Дичкова. Уроженка поселка Чакурда. Галлаевского района. Тоже в студенчестве занималась у Марии Глухаревой. И сейчас окрыленная своими позитивными действиями девушки Намского района сравнивают счет 8-8. По высоте не успевает в нападении игрок Хангаласской сборной. И уже Намская команда впереди на 1 очко. Правда тут подача улетает в аут. И сейчас Хангаласские девушки будут пытаться защитить свою подачу. И на подаче Алена Жиркова. Убыстряют темп игры девушки. Но, как оказалось, наоборот, надо было чуть выдержать паузу. Отдать высокий пас. И заработать свое 10-е очко. Трудно пока что-либо прогнозировать. Хороший, сильный волейбол показывали и те, и другие на групповой стадии. Ну и подготовка. Высокоуровневая подготовка. Начиная еще с прошлого года. Дает о себе знать. Сейчас пас из глубины. Дичкова попыталась атаковать с третьей зоны. Скидывает Лугинова вновь. Ошибка при второй передаче. У связующего игрока. У центральной блокирующей Хангаласского района. Барашковой лады. Одиночный блок. Это Виктория. Ой. Это игрок под номером 8. Лия Адамова. Уроженка Чуропчинского луса. И на подаче Мария Уарова. Слишком сильно вывернули корпус при атаке. Барашкова. Видим. И не попадает по ширине площадки. 13-10. 11-13. Мария Уарова на позиции диагональной играет. В случае чего может помочь. С позиции пасующего. Пока у нас отрыв в 3 очка. И посмотрим, за счет чего сейчас может выровнять игру девушки из Хангаласского улуса. Пока игра на защите выглядит слабоватой. Хорошая доводка. Здесь бы мяч чуть-чуть под сеткой. Ой, над сеткой. По-разнообразнее выглядит атакующий арсенал команды Намского района. Со всех зон строит игру Лены Лугинова. Опасно. Опасное приземление. Только бы без трав обошлось. Видно, что голеностоп. Очень неудачное столкновение. И все знают, как это больно подвернуть ногу в этом месте. Врач выходит на площадку. Пока вынужденный медицинский перерыв. Лишь бы у Лены ничего серьезного не было. Достаточно у нас травм на этих играх. Хоть бы не добавилось еще одной. Пока заходит Айтина Сидорова. И игра будет продолжена. На подаче Намский район. Надежда Филиппова. 15-11. Конечно, сбит настрой у подруг по команде. Но надо продолжать играть. Это спорт, это соревнования. Время. 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 Пока втягивается в игру. Ну, запасная разыгрывающая Сидорова Айтина. Немножко сопоздали с добиванием. И еще раз Наталья Захарова. Хорошая результативная атака. Разбег, взмах. И пробивает одиночный блок. Анголаских девушек. Ну, вот и достойный ответ. В исполнении Дианы Ефремовой. Счет пока 13-17. Четыре очка в женском волейболе. Это ничего не значит буквально. Вот уже три. Сами видим. 14-17. Потеря высококлассного связующего игрока в виде Елены Лугиновой. Конечно, сейчас сказалось на этом отрезке в игре намской команды. Но девушки должны вернуться обратно в то состояние игровое, когда имеется некая внутренняя уверенность в удаче, в верности своих движений. Какой-то темп снизился игры немножко. Свисток приглашающий на площадку. Перерыв завершается. И пока на подачах Анголаский район 15-17. А они догоняют команду Намского района. Поэтому и был взят данный тайм-аут. И вот, как и советовали во время тайм-аута, закрывает над сеткой Лена Фоменко, используя преимущество своего высокого роста. На подачу Алены Герасимова. Что будет со стороны Намцев пока пас выстраивается? Атаки мы не видим. Те удары, которые мы привыкли ждать от команды Намского района. Пока обходятся девушки скидками, но и этого достаточно. Пока что счет 18-16. Вот когда у Фоменко на первой линии, очки по максимуму стараются набирать девушки из Покровска. И вот мы видим, что Лена идет на подачу. Значит, расстановка для Анголасского района не самая выгодная. Хорошо укорачивает подачу Лена. Ответ Намцев. Скидка от Наташи Захаровой не проходит. И все еще видим, что не могут пока вернуть себя к прежнему настрою боли-болистки Намского района. Счет равный. Пока первая партия, напоминаю, идет стыковая встреча команды Намского и Ханголасского района. Победитель этой пары выходит на команду Верхневилюйского района и будет играть за девятое место. Между двойным блоком такая зрячая атака. Не самая высокая, зато точная и сильная. Грамотная разбирается тут Виктория Дичкова. И сама же идет подавать. 19-19. Приближается концовка. Этого матча. И очень кстати приходится Эйд для Намской команды. 20-19. Приемы сейчас должны сняться девушки Ханголасского района. Хорошая доводка есть. И атака доигровки. Тут, конечно, нет атаки с первого темпа у девочек. Зато есть побольше стабильности в игре. 20-20. На подаче Диана Кремова. Неудачно. И 21-20. На одну очку пока впереди команда Намского района. Наталья Захаров. Прием хороший. Прием хороший. Прием хороший. Надо завершить. Но вот пас то ли не долетает, то ли по высоте не устраивает нападающую. Своим коронным укороченным ударом Надежда Филиппова зарабатывает 23-е очко. И ханголасские девушки вынуждены взять перерыв, чтобы вернуть себя в игру. Н чего страшно. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. От счастья. До свидания. Спасибо. Спасибо. Университет. Какие установки от Сергея Тихонова и сейчас Наталья Иванова, которую я все время называю Захарова по девичьей фамилии. Какой нужный эйс приносит своей команде? И 24. 20 в пользу Намского района. 40 гола у команды. Девушки молодцы, смогли выстоять. Непростая ситуация. У них сейчас была травма, получила известующий игрок Елена Лугинова. И после этого инцидента Наталья выдает два эйса подряд. 25-20. Англандские девушки. Какой-то ощутимый спад внезапно произошел и упустили первую партию, в которой долгое время ввели. В счете пока 1-0 по партиям. Стыковые матчи за 9-12 места. Да, согласимся с девушками. Темпа надо будет добавить. Они способны на волейбол более высокоскоростной. Ну и по атакующим мощам мы еще не увидели сегодня во всей красе девушек Англандского района. Для того, чтобы показать нам все свои таланты игровые. У них есть еще две партии или даже больше. Слава Богу. Лена возвращается. Под номером 3 связующий игрок Лена Лугинова возвращается в строй. Привели в порядок, в срочный порядок, в срочном порядке Галина Стоп. И Бодрячком ожидаем вторую партию. Вторая партия. 1-0 пока впереди. Намский Улуз. Подача сейчас у Англандского района. Намские будут принимать. Команда мужчин Англандского района, к сожалению, не отобрались на финальную часть Игр народов Якутии в Амге. А мужчины Намского района на радость поклонников, на радость своим землякам вышли в полуфинал. И завтра будут играть с командой Амгинского района. Блоком закрывают Алия Адамова. Одной рукой останавливает перелетающий мяч. И уже первое очко в активе Англандского района. С места атакует Вика Дичкова. И тут атака с четвертой зоны. По какой-то невероятной траектории. Сама игрок даже не верит, что попала в площадку. Линейный судья четко указывает на попадание. 1-1. Лада Барашкова на подаче. Блок у Фоменко работает. Наталью Иванову закрывают. 2-1 пока. Ну и достойный ответ в исполнении Виктории Дичковой по блоку. Очень сильный нападающий удар. А на ваших экранах Евгения Попова Прокопьева. Либера. Многолетний Либера волейбольного клуба Сергилях. А сейчас и Намского района. Красивый эпизод от лидера команды Хангаласского района. Закрывает над сеткой. Видит направление атаки со стороны Намского улуса. И пока у нас на табло 3-2. Хангаласский район впереди. Пробуют диагональ. Намские девочки. А тут, конечно, очень красивая зрячая скидка очередная от Фоменко. А тут, конечно, очень красивая зрячая скидка. А тут, конечно, очень красивая зрячая скидка. Ну и вот такая придача. Удачная подача. Придача от Алены Герасимовой. Герасимовы. Второй раз не прокатило. Счет пока 3-6. Нам Селуз будет догонять на подаче Виктория Дичкова. Счет пока 3-6. Приняли и готовили свою атаку от блока. От блока Натальи Ивановой мяч улетает в аут. И очередное очко записывает Хангалаский район себе в актив. 7-4. Игорь Наталья Иванович. 7-4. Красивый эпизод завершается в пользу Намского района. Скидка достойная всякой похвалы от Виктории Дичковой. Счет становится 6-7. Сейчас на равенство подает Намский район. Пока Намские волейболисты продолжают набирать свои очки, я немножко расскажу о волейбольных новостях с площадок Игр народов Якутии. На случай, если кто-то еще не слышал, не смотрел наши эфиры, не в курсе дела. Так вот, среди мужчин полуфиналистами стали Амгинский и Намский, первый полуфинал, и Чуропчинский и Уселданские районы, второй полуфинал. Среди женских команд первый полуфинал у нас город Якутск, город Алёкминск и город Мирный, Амга-1. Завтра будут трансляции полуфиналов. Также стыковых игр за 5-8 места. Сходили в гости сейчас девушки своим соперницам. И тем самым перешли среднюю линию. 8-8 на подаче игрок Хангаласского района. Хорошая доводка и атака со второй зоны останавливается блоком. Но тут на доигровке ошибается игрок Хангаласского района. Пока не чувствуют ширину площадки девушки. Чуть было не сорвался мяч, но вовремя подстраховали свою подругу по команде. 10-8. Как будто и не было никакого отрыва. Девушки Инамского района набирают свои обороты. Игровые. И уже пока в мгновение ока вырывается вперед. 10-8. 10-8. Ждем продолжения. Вот такими укороченными нападающими ударами сегодня достигается успех намской атаки в пустую шестую зону в котелочек нападающие ровненько попадают. 11-8 в пользу намцев. Закончится. Спасибо. 10. 11-8. 12. 12-14. 13-14. Волну мы не увидим. По всей видимости, сегодня таковы тренерские установки в намской команде. 11-8. Вторая партия. Играется стыковая встреча между командами намцев и Покровска. Наконец удается пробить блок Намского района. Хорошо приложилась к этой атаке. Доигровщица Хангаласского района. Но пока со второй линии удары не очень доедут. И ответ Ангаласской команды тоже знают, где пустая шестая зона девушки. 11-11. Мяч у нас уходит подышать свежим воздухом. Не смогла после своего удара себя же подстраховать. Барашкова Лада. Тут все определили. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мгновения и моменты удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Немножко совсем в ауте. Ну вот срывается подача у Надежды Филипповой. АПЛОДИСМЕНТЫ СВОИХ СОПЕРНИЦ ИЗ НАМСКОГО РАЙОНА. Видим, что в нужный момент навязывают свою игру. АПЛОДИСМЕНТЫ Немножечко улыстрили вход в темп игры. И сразу не успевают Ангаласские волейболисты в защите. А сейчас, наоборот, очко остается за девушками в синей форме. Лада Барашкова на подаче. АПЛОДИСМЕНТЫ Сильную серию хороших действий выдают девушки Ангаласского района. И, наоборот, не очень все складывается на этом отрезке у Ангаласского района. Может быть, нужно взять тайм-аут. АПЛОДИСМЕНТЫ Пока впереди выходит Ангаласская команда. АПЛОДИСМЕНТЫ Уже четвертую подачу сейчас подает Лада Барашкова. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, Особого разнообразия пока в атаке не наблюдается. Девушки обходятся атаками с четвертой зоны, либо быстрыми скидками с третьей зоны. Какой-то похожий стиль игры у обеих команд. Ну правда, как уже говорили, намский луз выглядит поинтереснее в плане атакующих действий. Хотя впереди пока Хангалатский район. 18-15. Вроде добежали для защиты, но тут несинхронная работа. Ног и рук срывается мяч. И при счете 15-17 намский луз берет перерыв. Маленько повнимайте. Свою игру просто играем. Маленько повнимайте. Маленько повнимайте. Добавляем. Игры народов Якутии Игры народов Якутии Сегодня очень жаркий день Во всех смыслах слова проходит В стенах многофункционального спортивного зала Амгинской Нью-Суша И после перерыва достигается пока желаемый результат Игроками Намской команды 17-17 Немножко раскладилась игра при приеме При приеме у Хангаласской команды Два очка подряд отдают девушки И вдобавок еще не получается нападение у лидера атаки Капитана команды Лены Фоменко Всего несколько секунд назад брали перерыв Брал перерыв Намский Улус А сейчас Свою игру играем Ровно противоположная ситуация у нас складывается На два очка впереди уже Намский Улус И вынуждены взять перерыв Хангаласы Сейчас посмотрим Во что все это действие выльется Виктория Дичкова Представительница Аллаеховского волейбола Виктория Дичкова Ну пока после перерыва не складывается все Столь удачно как это было у Намской команды После того же самого перерыва И сейчас разрыв уже 4 очка 21-17 И имея в активе партию Намские девушки могут Чувствуя себя более комфортно Завершить вторую и вторую партию В свою пользу Сейчас увидим как все Сложится Ошибка При приеме мяча 18-21 Хангалаский район будет подавать К скидке уже готовы девушки Розыгрыш длится И наконец Долгожданная атака Приносит Свои результаты Надежда Филиппова Волейболистка С очень хорошим Кистевым ударом 22-18 Но тут Мы дождались атаки И со стороны Хангаласского района Все уже верно Подмечаете Наверное Да Что Кто бьет Побольше Да посильнее Тот конечно И Оказывается В более выгодном Положении 20-22 Старается успеть На последний поезд Команда Хангаласского района Посмотрим Что сделает у нас Лия Адамова С четвертой зоны Пробивает блок Хангаласского улуса Всего два очка Остается до завершения В пользу Намского района Этой партии На защите Хангаласский район И Намскую команду В атаке Не остановить Мы уже говорили Что потенциал Атакующий Огромный У команды Намского района 24 24 20 Хотелось бы Конечно Борьбы В концовке Партии Как-то Не совсем Ярко Работают Работают Играют В концовке Девушки Кангаласского района Такая же похожая Картина была И в первой партии Невнятные действия Именно в концовке В психологическом плане Не выдерживают Преволнение Нервотрепки Один сетбол отыгран 21-24 Хороший пас Через голову Ну а это Достойное завершение Красивой партии 2-0 2-0 По партиям Игроки Намского района Пока Впереди В этой встрече Стыковые игры Борьба За 9-е 12-е места Игрой раньше Команда Верхневлюйского района Выиграла У команды Сунтарского района И ждет Своих соперниц В игре За 9-е место Пока Больше всех Шансы На то Чтобы стать Соперницами Верхневлюйска Это У этой команды Команда Намского района Хангалатский район Чего без подброса Она вот Дросает Потом Да Короче Да Шмару Опять Шмару Шмару Три Четыре Три Четыре Они Так Они уже Борта Антро И Девяты Три Какими Нами Половроти Пешки Тир Блок На Попрагаче Шаг На Шаг Да 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 Я Та же Раскалка Перевернули Верхневлюйска Хорошо Хорошо Отпременно Торель Девят 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 Ждем Третью партию Которая может стать решающей Ибо Намский район В игре против Хангаласского района Ведет 2-0 По партиям Посмотрим Как дальше Развернется сюжет У нас В этой игре Заключительная встреча Третьего Волейбольного дня Игр народов Якутии В селе Амга Хорошая игра в защите И сейчас Атака пойдет Со стороны Хангаласов Без удара Остаются Девушки Виктория Дичкова С третьей зоны Существенно Усложняет Жизнь Сегодня Жизнь Своих соперниц А это Лия Адамова Уроженка Черепчинского Улуса Играет успешно За Намский район От блока В аут Определяют Судьи И счет 3-0 В самом начале Партии 2-0 И как будто мы предсказывали счет Забегая вперед 3-0 Мария Уарова На подаче И наконец Первое очко В третьей партии Зарабатывает Командах Ангаласского района Посмотрим Как у них Дела пойдут С подачей Лада Барашкова У нее хорошие Сильные подачи С вращением Касание сетки Командная ошибка Определяет Первый судья И уже 4-1 Надежда Филиппова На подаче И как раз Нестандартное решение Оказывается Выходом из ситуации 2-4 Если по Классическим Волейбольным Правилам Не удается Выигрывать У команды Намского района Может быть Какими-нибудь Удачными Удачными Импровизациями Попробовать Кангаласскому району На этот раз Нет У девочек Страховки И вот такая Простенькая Скидка Оборачивается За очко Пятый очко В третьей партии По партиям Вы видите На табло 2-0 В пользу Намского района Ну вот Хорошая Скидка Лена Обманывает Блок Прыгает Как будто бы На удар И двумя руками Точно В пустую Зону Направляет Не понимает Ситуацию Лена Фоменко Но у нас Судьи посчитали Видимо задержка Меча Да 7-3 Сильный удар Игрок Не успевает Складываться И пока Вот Чего-то Не достает Игре Анголасского района Может быть Настроение Сильного желания Играть Видимо 9-е место Девочек Особо не вдохновляет Но напоминаем Что Волейбол У нас В рамках Игр В рамках Спартакеады 16 видов И каждый вид Ленинграды У меня У меня Восемь Дружок Было Один А там Был Укрым Лал Укрым 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 Очень жизненные Сравнение У Сергея Тихонова Пытается При счет Укрым 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 Прием Прием Укрым 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 Настойчивости Даже В атаках Чтобы Каждое Их действие Завершалось Результативным Очком А не просто Красивыми Действиями Укрым 8-13 Вот Такой Укороченный удар между зонами, как вариант. Как вариант уменьшают свое отставание девушки. 9-13. И намская команда на приеме сейчас что-нибудь обязательно придумает. Лена Лугинова. Не получилась атака со второй линии. И этим должна воспользоваться команда. Анголасского района. Лена Фоменко вернулась на площадку. И вот скидка ровно там, где никого нету. 10-13. Лада Барашкова. Лена Фоменко. Тут ошибка исполнителя. Надежда Филиппова. 15-е очко. И будет подавать. Все еще подключают доигровщицу. Но на этот раз атака успешная. 16-10. Намский район пока впереди. Все еще впереди. Уже 17-10. Ну вот. Хороший удар из третьей зоны. Лия Адамова. Очень стабильный сегодня в нападении. Да и подача на вылет со стороны Намского района. 18-10. Ждем спортивного подвига от анголасской команды. 19-10. И логично предположить тайм-аут. И логично предположить тайм-аут. И логично предположить тайм-дава. Аплодиниты Which is a fan of Pará. Пятая не улетел Yahvé. Но не улетел из fascinating всех. Никаких попрощmême да где-то. Аплодинитическую филу истории. Я имею в виду соответствующие тайм-도. На экране мы видим на повторе, что атака Намского района. И сейчас тоже подумали было, что мяч приземлился на площадку, а вот Вика показывает, что кистью не доработала. 11.20. Зажглись, не зажглись на Хангаласском небе звездочки. Сейчас увидим. Все очень быстро. И как следствие ошибка при выполнении второй передачи. 21.11. Лия Адамова. И опять, и снова вновь доверяет атаку Лена Лугинова Виктории Дичковой. Но вот никак не удается закрыть кистью и направить мяч на площадку. 12.21. Зеркальный счет у нас на табло. Не в пользу Хангаласского района. И совсем уже ненужный срыв при подаче. Помнится, меняли Фоменко на подаче, но сейчас этого делать не стали. Аина Пудова сама не верит своему удару. Еще одна титулованная красавица среди волейболисток. Первая вице-мисс Республики Саха-Якутия играет за команду Хангаласского района. И напомню, в составе команды Оленевского района играет Саша Павлова вместе с Республикой Саха-Якутия 2016 года. Это так, лирическое отступление. И пока наблюдаем за ходом третьей партии, где Намский район громит своих соперниц из Хангаласского района. 23-13. Без атаки остаются намские волейболистки и Кудова и на результативный отрезок в ее исполнении. Алена Герасимова будет вводить мяч в игру 14-23. Пока все идет как нельзя лучше для Хангаласской команды. 15-23. Но насколько долго это продлится? Увидим сейчас к сожалению ошибка при подаче в такой ответственный момент. 24-15 в одном шаге от победы в этой встрече команды Намского района. мяч придет. Кто тоже поставит точку в этой игре. Но пока рано. Пока рановато для точек. Пока запятая. И Аина Пудова на подаче при счете 16-24. Анастасыри. Но сейчас уже терять нечего. Наконец-то должно было бы отпустить игроков Хангаласской команды, но к сожалению не получилось у них сегодня. И поздравляем от души команду Намского района. девушки хотя и не вышли из группы, но свою задачу на стыковых встречах выполнили. Будут играть с командой Верхневрюйского района за 9 место. А мы сегодня завершаем нашу программу волейбольную и прощаемся с вами до завтра. Редактор субтитров